МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Посвятая служба информации, толерадую компании Гомель, у студии працуя Наталья Игнатенко. Глядите ухэтым выпуском. Город для життя. Комплекс пытаний у социально-экономичного развития разглядели сёння на посяженье Гомельского гарвы Канкама. Олимпийский шлях. Пераможцы и призёры других еврогульняв окажутся допомогу спортивным школам в области. Лето вернется. У выходные дни в Беларуси чекается спякота до 30 градусов. А зараза б гэтым и иншим больше подробязна. Изменшение складских запасов, открытие новых детячих садков и доброе упорядкование дворовых территорий. На сённяшнем посяженье Гомельского гарвы Канкама разгляджены питания социально-экономичного развития города. Загученной информацией ознайомилися наши корреспонденты. Для анализу социально-экономичной ситуации на гэтара собраны Новобелецкий район. У полю зроку все питания, от яких залежить добробыть людей. От выкористания волонтерского руху для работы с инвалидными колясочниками до открытия детячих садков. Для новобелецых это саправды актуальная проблема. Тут самая великая серед районов Гомеля колькасть молодых семьев. Для её выражения одну установу открыли подчас святкования Дня Незалежности. И аж одна з'явится до Дня Города. Что тышится экономики, то тут основная увага проблемным предприемствам. При том, что в целом выконываются все запланованные показчики, некоторым субъектам господарения необходимо шукать додатковые махчимости. Размова у первую шаргу об новобелецком комбинате хлебопродуктов и тлушевом комбинате. Жирокомбинат, он находится сейчас в стадии санации. Есть план санации, есть задачи, которые для него поставлены. И, конечно же, как и жирокомбинат, так и НКХП, они зависят от результата работы сельского хозяйства. Потому что НКХП, он полностью зависит от того урожая зерна, который будет у нас в сельском хозяйстве. И, конечно, если, ну, мы знаем, что ситуация сложная на сегодняшний день, конечно же, необходимо предприятию искать другие, скажем так, источники сырья для того, чтобы загрузить свое предприятие. Ещё одно пытание на парадку дня – работа со зворотами громадян. Проводим мы анализ свечить. На местах у сейши застаются факты невыконания установленных терминов и формального подхода сбоку службовых особ. По выявленных фактах до дисциплинарной отказности с початку года притягнуто 7 работников гарбы Канкама. У якости становшего прикладу работы городской службы одно окно, что месяц ей, по слухам, користается каля 500 человек. Летость тут повелишили колькость супросовников и поширили спис выконуемых администрационных процедур, что зарабило одно окно и аж больше заботрабованным. В основном у нас по вопросам архитектуры и строительства обращаются юридические лица и индивидуальные предприниматели. По земельным вопросам тоже обращаются и физические лица, по огородам, по выделениям земельных участков для огородов, для строительства. Коли по скаргах меркаваць обыснуючих проблемах, то неопошнее место в этом списе будет займать будовнейший комплекс. У паравнании с минулым годом колька скаргау на якость работ повелешилася на 44%. Больше, как на 60% рост воротов по пытаниях работы установ аховы здоровья и деяностей гаражных кооперативов. Что тыжится конкретных проблемных территорий, то это перж за все микрорайоны новобудовлев. У тым лику индивидуальной жилой забудовы Романовичи, где людей не задавальняя «Иснуючая инфраструктура» и «Транспортное забеспечение». Разом с тем, дякуючи проводимой работе, селета отрымалася знизить колька скаргау по пытаниях гандлю из поживецкого рынка, працы, землекористания, адукации, социального забеспечения, а так само деяностей правоохоленных органов. Возрастает число обращений, связанных с благоустройством. Многие из них, практически 80% на контроле руководства горосполкома. Уже начата работа по реализации планов благоустройства дворовых территорий, ремонту дорожного покрытия, там, где особенно требуется этот ремонт. Мы приступаем к тем приоритетным и самым таким злободневным проблемам, которые будут решаться в ближайший период. Олег Шенчуров, Ольга Коновалова, Валерия Гапанько, телерадиокомпания «Гомель». Представники мясовых уладов завтра откажутся на звонки громадян. В эту субботу снова пройдут промыя линии. В Гомельске маблы конками звороты будет принимать наместник старшины Андрей Конюшка. Номер телефона в Гомеле 33-12-37. Промая линия працует с 9 до 12-1. В этот час на связи будет наместник старшины Гомельска Гарвы конками Сергей Андреев. Номер телефона 51-45-58. Саденничание развитию внешнеэкономичной деянности и повышение эффективности мытного контроля. Гомельская мытня подвела выники работы за первое по угодде. На посаджении присутничал наместник старшины Державного мытного комитета Сергей Полудень. У первых шесть месяцев 2019-го супрацовники подразделения эффективно забеспечивали экономичную безпеку Державы. На кожный рубель выдаткованный на утримание мытни у бюджет пероличен на 90 рублей 80 копеек. Основные участки поступлений складают вывозные мытные пошли на 67 процентов. А так само податок на добавленную вартость 26 процентов. Больше эффективной стала боротьба с правопорушениями как административными так и криминальными. За прошедшие полугодия мы выявили в два раза больше административных правонарушений и в три раза больше уголовных преступлений. В частности было возбуждено 33 уголовных дела за незаконное перемещение и незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ. Данный показатель вырос в 3,5 раза. Из незаконного оборота изъято более полутора килограмм наркотических средств психотропных веществ а также более тысячи единиц лекарственных препаратов содержащих психотропные вещества. Подчас посяжения так само означали левшее подразделение гомельской мытни и левших супрацовников. Сто ходов, сто именов. Регион стал малой родимый. Однако, как вядома, мастерства немае межа. Саправданная без межа творчества отрымалась уместить у одну выставу. Тут и работа сучасников, и их наставников. Добровядомый аматорам творчества Зусим Рэдке инициатор проекта керавництва Белорусского союза Мастаков. Идея вельми простая. Старшиня союза в моей особе уроженец Гомельщины. И два моих наместника Глеб Отче Керанит Хоботов так само с Гомельщины. Музей святкуе 100 годов юбилей, а наш союз 80 годов. Супали два юбилея с годом малой родимы и мы вырешили собрать 100 именов мостаков, яке народилися на Гомельщине. Возь возник такий проект и мне здаётся проект классный просто, вельми удалый. Аутры многих из представленных работ особисто присутничали на открытии выставы. Махчымасть сустреть разом такую колькость знакомитых мостаков и скульпторов великая редкость. И кожный пише про родный кут у своей манеры, у розных колерах, али про нашу адзину родиму. Я просто гляжу на тех людей, которые минавито выходцы из Гомельщина, они завсёду идут напереть. Они имеют такую силу воли, они имеют мету, они разумеют, что такое родима. Вовле мостатства, то, что отбывается, зараз я гляжу, самое шире это мостатство из Гомельщины. Сто творов мостатства у разных техніках и жанрах саправдная выстава мары. Цікавая, познавальная, надзвычайная и родная экспозиция, раскрывая масштабы укладу роджинцев Гомельщины у скарбницу белорусского и сосветного мостатства. Евгения Кухаронак, Андрей Иванов, телерадио компания Гомель. Проект нашего телеканала Добрый вечер Гомель уже не первый сезон, дорыць добрый настрой, избирая у телеэкрана шмат ликую аудиторию. У программы есть свои сторонки в социальных сетках и канал в Ютубе. Але творчая группа Доброго вечера пошла далей. Теперь программу можно глядеть в режиме онлайн в ВКонтакте и Фейсбук, а так само на Ютуб-канале Беларусь 4 Гомель. До речи, поширается и география удельников. Учора на протягу годины ладзился телемост помнился про мы-эфир. Подрабязности в наступном сюжете. На годиннику 20.25 час, когда у эфир выходит телевизийное шоу Добрый вечер, Гомель. Шароговый гость туда и промок эфиру спевак и композитор Виталь Сычоу. Зараз артист шмат гастролюет и записывает новые песни. Прекрасный вечер на телеканале Беларусь 4 Гомель. Прекрасная песня про нашу красивую Беларусь. Но в гостях у нас великолепный артист, прекрасный певец, просто хороший человек Виталий Сычев или как сейчас привет. Привет. Во всемирных чартах не побоюсь таких масштабов взять. Подтвердил, что во всемирных. Тебя можно встретить как Витали. Да. Спасибо огромное за эту песню, которую ты открыл нашу программу и огромное спасибо за то, что в своем плотном графике все же нашел этот час, который проведешь вместе с нами. Я очень рад его провести вместе с вами. А Лене Тольке про творчее будни шла размова. Новые махчимости появились и у программы Добрый вечер, Гомель. С этого дня, с этого эфира программа Добрый вечер, Гомель можно смотреть онлайн на наших страницах в социальных сетях ВКонтакте и в Фейсбуке, а также на нашем канале в Ютубе. Заходите, смотрите, ставьте лайки, оставляйте ваши комментарии. До речи, у этого вечера была еще однозначная подея. Телемост с Америкой. Белорусских глядачов с другой частки планеты витал популярный рэп-выканалца и ведущий американского вечернего отеля-радо-шоу «Мистер Поле». Дарыч именавито у гэтым американским шоу белорусский спявак Виталь Сычоу пабил рекорд, чатыры разы трапивши на перше место у хит-парадах. А «Мистер Поле» стал першим замежным селебрате и кидау рецензию артысту на белорусской мове и нават витау наших глядачов. Досягненне подтвердили и представники книги рекордов Белоруссии, якие таксама завятали у студию «Доброго вечера». Дарыча, наша программа таксама не засталася без узнагород. На сторонке книги рекордов «Добрый вечер, Гомель» трапив, як перша программа областных телестудий, якая на протягу годины ладзила промоутрансляцию со своими замежными коллегами с берега Атлантики. Нагадают, что промым эфиры «Добрый вечер, Гомель» по буднях у 21-25 хвилин на Беларусь «Чатыры, Гомель». Александр Лупиненко, Андрей Иванов, Василь Осипцов, телерадио-компания «Гомель». Переможцы и призеры других европейских гульню зарабили свой выбор. Спортивные школы Гомельской области отримают 55 тысяч рублей допомоги по проекте «Олимпийский шлях». На что установы потратить гроши доведались наши корреспонденты. Канаистка Алена Наздрова на других европейских гульнях перемогла у олимпийской дисциплине заезды каной одиночек на 200 метров. Ее шляху «Великий спорт» починался на этом веслярном канале у Волотаве-Гомеле. Первый тренер Александр Гинтовт и зараз протягивает выховывать будущих чемпионов. На веслярный канал у Сославии как поднимать Алену. Отправилась великая делегация тренеров и наученцев с Дюшар-Дельфин. Утым, что медаль будя обовязково, никто не сомневался. Наздрова выделяется не только талентом и природной схильностью до веслования, а и метанакерованностью и дисциплиной. Она на чемпионате республики на последнем отборе тоже выигралась довольно-таки уверенно и показывала, что она была готова. Но то, что с таким отрывом, конечно, ожидать было сложно. Что она корпус лодки привезла уверенно на 200 метров, короткая дистанция, плюс погодные условия были довольно-таки сложные. По проекции «Олимпийский шлях» с Дюшар-Дельфин отримает 15 тысяч рублей. Гроши пойдут на полеобшение материально-техничной базы. Дякуючи по спеховым выступлениям свои спортивные школы поднимают так само байдарочницы Вольга Худзенко и Марина Литвинчук, Борецкий Рыл Грызченко и боксер Владислав Смягликов. Сродки отримают Мазирская с Дюшар-Профсоюзов по Весловании, Калинковецкая с Дюшар-2 и областный центр Олимпийской резерву одиноборствовал. Общая сумма средств, которые получит Гомельская область это порядка 55 тысяч рублей. Это на сегодняшний день колоссальные деньги, денежные средства, которые пойдут прежде всего на укрепление материально-технической базы. Потому что можно сказать, что если эти школы подготовили таких спортсменов, выдающихся спортсменов, значит они что-то могут, что-то умеют. Тренерский персонал, административный персонал. И поэтому нужно шагать вперед, и готовить таких же чемпионов. Увоголе на других европейских гульнях 12 спортсменов из нашего региона сдобыли 20 медалев. У делу проекции Олимпийский шлях примают те, кто завоевал узнагороды в олимпийских дисциплинах. Максим Савинга, Анна Коральчук, Александр Харлампов, телерадио Компания Гомель. Лето вертается. У выходные в Беларуси чекается спякота до 30 градусов. Два тыдни Украине заховывалось неустойливое надворье с температурным фоном на 2-6 градусов ниже за середнее значение. Але у гэтае выходные надворье полепшится, потеплее и дожжоу будет не шмат. Температурный фон вернется у рамки климатичной нормы. В ближайшие сутки в нашем регионе чекается переменная воблачность без опадков. Температура поветра в ночи в складе до 15, в день до 26 градусов тепла. В неделю будет ясно и солнечно. Слубки термометров подымутся до плюс 28. Гэта и так сама иншая новина вы можете знать на нашем сайте в интернете по адресу www.tvarkomil.by На этом выпуск завершен. Дякую за увагу и до новых встреч в эфире. Де факто на телеканале Беларусь 4 в студии Александр Гамоля. Здравствуйте. Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении группы мошенников, которые путем насилия и обмана пытались завладеть квартирой гомельчанки. В числе криминального в квартета были ранее судимый житель областного центра, его приятели, две женщины из Брагинского района. Схема была проста. Черные риэлторы нашли одинокую, пьющую хозяйку в одной из квартир Гомеля, вывезли ее в Брагинский район и силой попытались отжать у женщины квадратные метры. Злоумышленники незаконно удерживали женщину против ее воли, избивали, спаивали алкоголем, чтобы мошенническим способом завладеть квартирой женщины. В какой-то момент они разместили информацию о продаже в интернете, готовили документы, планировали начать ремонт. Как рассказали в прокуратуре, основной обвиняемый по этому делу ранее отсидел за незаконные операции с драгметаллами. На воле он снова организовал у себя подпольный ломбард, а его подельники занимались махинациями с жильем. Вербовали одиноких людей и перепродавали их квартиры. Пострадала не только гомельчанка. В рамках еще одного эпизода жительница Брагинского района ранее удалось вступить в брачные отношения с гомельчанином, уговорить его продать две квартиры и забрать себе 63 тысячи рублей. К дорожной обстановке в Мозорском районе водитель автомобиля Рено на закруглении дороги не справился с управлением и совершил ДТП с Вольцвагеном. Авария произошла на 17-м километре автодороги Мозорь-Петриков. Выехав на полосу встречного движения, водитель Рено уже не смог разминуться со встречным автомобилем. В аварии пострадали два пассажира Вольцвагена. А это и вовсе беспретендентные кадры. Водитель скутера с двумя детьми попытался скрыться от экипажа ГАИ. Как только отец семейства увидел инспекторов, то сразу свернул на проселочную дорогу. Но погоня закончилась быстро. Скутерист не удержал равновесия и опрокинулся вместе с пассажирами. К счастью, его несовершеннолетние дети не пострадали. Кроме того, что мужчина в нарушении установленных правил дорожного движения перевозил двух несовершеннолетних детей на мотоцикле без мотошлемов. Сам также был без мотошлема. Мужчина также был в состоянии алкогольного опьянения и не имел права управления данным транспортным средством. Хотелось бы напомнить всем участникам дорожного движения, что запрещается перевозить на мотоцикле, мопеде, скутере детей до 12 лет на заднем пассажирском сидении, а также без мотошлемов. Еще одних на подпитии инспекторы остановили на улице объездной в Гомеле. Эти пешеходы шли по краю проезжей части, пошатываясь из стороны в сторону. Сотрудники ГАИ прибыли по сообщению очевидцев и составили на нетрезвых мужчин протокол, возможно, предотвратив несчастье. За прошедшие сутки сотрудниками госавтоинспекции изъято с проезжей части 20 пешеходов, которые находились в состоянии алкогольного опьянения. Пользуясь случаем, хотелось бы обратиться ко всем участникам дорожного движения, чтобы не оставались равнодушными. Если увидели на проезжей части нетрезвого пешехода, сообщили по номеру телефона 102. А водитель этого БМВ сделал себе подарок в день своего рождения. Разбил собственную машину и получил за нарушение ПДД 4 административных протокола. Мужчина сел пьяным руль, а на все той же улице объездной не рассчитал боковой интервал, зацепил по ходу движения автомобиля Ситроен, а потом врезался в Киа. Пострадавших нет, но повреждения значительные. Таков обзор происшествий за сутки. Оставайтесь на «Беларусь-4». На телеканале «Беларусь-4» Гомель новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. Минифутбольный клуб БЧ начал подготовку к новому сезону. До конца этой недели команда будет проводить подготовительную работу в Гомеле. В понедельник железнодорожники отправятся в санаторий «Лесные дали» возле Гомеля на учебно-тренировочный сбор. В планах у главкома команды Дмитрия Камека чередовать сборы в санатории и Гомеле. Напомню, что ряды железнодорожников в межсезонье пополнили белорусы Максим Евдокимов из Борисова-900, Сергей Селивончик из Оршанского-Витена и Павел Книга из охраны «Динамо», а также украинец Олег Еремин, проведший два последних сезона в экстралиге в составе Покровского «Титана». Показать высший результат для себя лично и, понятно, помочь команде. Меня брали для этого, чтобы помогать. А для себя хочется... Все медальки есть, но давно уже не был на первом месте. Задачи самые высокие. Первое место. Почему решил этот клуб? Сработал уже с Дмитрием Николаевичем. Я с тренером знаю амбиции, эмоции. А куда этот? Поэтому так, выбор. Проверить готовность команды к старту сезона у тренерского штаба будет возможность на международном турнире «Кубок дружбы», который пройдет в Гомеле с 14 по 17 августа. На него приедут команды из Украины, Армении и Эстонии. Это очень хорошие команды, международный опыт, болельщикам, которые смогут посетить эти матчи, я думаю, будет очень интересно. Посмотреть, как развивается футзал в соседних странах. В то же время, может быть, посмотреть на нашу команду на фоне других высоких задач, каких-то я на турнир точно ставить не буду. Будут преследоваться тактические цели, отработка определенных схем. Завтра пройдут матчи 15-го тура чемпионата Беларуси по футболу в первой лиге из представителей нашего региона, только гомельский локомотив играет на выезде. Железнодорожники, занимающие третью строку, отправятся в гости к лидеру турнирной таблицы с Малевичем. Это противостояние будет центральным в 15-м туре. Светлогорский химик играет на домашней арене соперник Новополоцкий Нафтан. Спутник на поле стадиона Центральный в Речице сыграет с Брестским рухом. 16 медалей в копилке гомельчан по итогам открытого Кубка Беларуси по легкой атлетике. Юлия Костючкова завоевала золото и установила личный рекорд на дистанции 400 метров. Во второй день она стала второй на 200-метровке. В этой же дисциплине серебро досталось и гомельчанину Павлу Дырде. Получили награды и спринтеры Юрий Заболотный и Денис Близнец. У них на 100-метровке золото и бронза соответственно. Еще два серебра завоевали гомельский прыгун Артем Бондаренко и спринтер Екатерина Поплавская, которая бежала 100 метров с препятствиями. Ольга Немогай вырвала победу на дистанции 800 метров и завоевала вторую медаль на Кубке страны. В беге на 400 метров с барьерами победила гомельчанка Диана Рабкова среди женщин, а Владимир Жадько стал третьим среди мужчин. Завершили соревновательную программу прыжки с шестом, где гомельчанка Юлиана Иванова завоевала серебро. На этом пока все. С новостями спорта вас ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь4. Редактор субтитров А.Семкин